Всем привет, это Стас, и я продолжаю смотреть в мод КСП Интерстелла Экстендед. И продолжаем мы теперь уже сверху дерева, начиная с продвинутых реакций слияния, так называется эта нода. Она открывает доступ к обновлению термоядерных реакторов, новому двигателю, работающему на том же принципе термоядерной реакции, и новому термоядерному реактору. Обо всем по порядку. После вот этого лот апгрейда для Magnetized Target Fusion реактора мощность вырастет до 1900 мегаватт, для стелератора тепловая мощность до почти 8 гигаватт, и в виде заряженных частиц он сможет выдать еще почти 2 гигаватта энергии. Takamak сможет выдать 4750 мегаватт и еще 1200 мегаватт в виде частиц. В целом мощность вырастет раза в полтора. Также для реакторов станут доступны новые виды топлива, например, кроме холодного синтеза дейтерия с дейтерием, будет доступен обычный, для поддержания которого нужно больше энергии, и получить ее можно будет примерно на 20% больше. Или появится слияние третья с третьим, но несмотря на это, ней большую мощность все еще можно будет получить только с дейтерией третьевой реакцией, хотя достойной альтернативой будет теперь реакция гелий-3 и дейтерий. Опять же, все цифры удобнее будет искать в таблице. Что касается нового реактора, который называется 3 Alpha Colliding Beam Fusion Reactor, то он работает только на реакции водород-бор и выдает всего лишь 700 мегаватт энергии в виде заряженных частиц. Из плюсов то, что для него не будет требоваться никакого отдельного генератора, он встроен внутрь, но реактор в таком виде будет производить только около 350 мегаватт энергии, и также вам понадобится какой-то запас водорода, потому что запас водорода внутри реактора вот этого вот хватит всего лишь на несколько дней. Хотя, если учесть то, что этот реактор предназначен скорее для космических кораблей, долго работать под полной нагрузкой он не будет, и водород вы будете использовать все равно как топливо, так что он у вас будет с собой. Также из плюсов этого реактора то, что вам не понадобится больших радиаторов, так как мощность у него небольшая, но это сомнительный плюс, потому что небольшая мощность это скорее не плюс, а минус. Двигатель Виста, который я так обожал у Кёрбова-Вскёрбина, тоже изменился. На текущем уровне развития он может работать на трех возможных видах термоядерных реакций, среди которых Дейтерий-третий, Дейтерий-Дейтерий и Третий-третий. Его минимальный размер ограничен 5 метрами, и он имеет встроенное хранилище топлива, водорода, 20 тысяч единиц. Также он не может работать теперь в атмосфере, и если вы выбрали тип реакции Дейтерий-Третий, который является самым лучшим, то для того, чтобы он постоянно работал, вам будет требоваться 1 гигаватт энергии. С другими типами реакции требования к питанию могут вырасти до 4,5 и даже выше гигаватт, так что Дейтерий-Третий лучший вариант. Также от выбранного типа топлива будет зависеть тяга, опять же, тяга на Дейтерий-Третий будет самая лучшая. И вместо того, чтобы изменять удельный импульс с помощью тяги, как это было раньше, теперь его можно здесь задать жестко с помощью вот этого ползунка. Естественно, чем больше мы будем делать это значение удельного импульса, тем меньше будет максимальная тяга. С минимальным удельным импульсом в 15,5 тысяч секунд мы получаем 604 кН, с максимальным в 27 114 секунд только 195,6 кН. В общем, двигатель стал не таким, как раньше, и, скорее всего, его уже нельзя назвать таким «Авер Пауэред», как он был. Все стало сложнее с ним. Тем более, еще размеры у него не работают в атмосфере. Понерфили. Ну, еще этот двигатель так и остался опасным для терболов, то есть, если он включен и кто-нибудь появляется в радиусе действия физики, двигатель автоматически выключится, и если вам не жалко ваших терболов, вы можете отключить здесь безопасность радиационную, и тогда при включенном двигателе, если кто-то выйдет, он неминуемо погибнет из-за действия нейтронной радиации. Также будут погибать те, кто находится в других космических кораблях, если они будут находиться рядом, так что будьте внимательны. Следующая нода называется «Экзотическая ядерная тяга». Она открывает доступ к двум апгрейдам уже имеющихся двигателей. Timberwind получит апгрейд реактора, от чего мощность увеличится до 6 гигаватт, и это даст серьезный скачок в удельном импульсе до 1177 секунд и в тяге до 1158 кН. В тяге, конечно, больше всего. А двигатель с закрытым циклом тоже получит апгрейд, который увеличит тягу до 612 кН и почти 3000 секунд удельного импульса. Также мы исследуем вот такой вот реактор. Он называется «Dusty Plasma Fishing Fragment Reactor» и работает он на нитриде урана. Как можно заметить, этот реактор довольно-таки небольшой, особенно если его уменьшить до размеров 2,5 метра. И в таком размере он отдаст всего лишь 800 мегаватт тепла и 600 мегаватт в виде заряженных частиц. Да, это именно один из таких реакторов ядерных, который дает заряженные частицы, то есть плазму. И это важно, потому что именно заряженные частицы становятся важными для всех следующих технологий. В следующей ноде мы исследуем вот такой вот новый инструмент для переработки ресурсов. В его названии можно видеть сочетание «всё в одном». И это не просто так. Весит эта штука 8 тонн, занимает место меньше, чем все по отдельности, и умеет делать всё то же самое, что и все предыдущие конвертеры, экстракторы, электролайзеры и рефражераторы, и всё по отдельности. Теперь в виде одной детали, компактной и лёгкой. В ноде «High Energy Science» мы найдём вот такой вот аппарат для лазера на свободных электронах, который позволит ему работать в вакуумном ультрафиолетовом спектре, что и дальше улучшит наши способности по передаче энергии на далёкие расстояния, уменьшив длину волны. В ноде «Продвинутые плазменные тяги» мы откроем доступ к ещё трём новым двигателям. Первый из них называется «Плазменное сопло», и для его работы вам потребуется как раз-таки реактор, который выдаёт заряженные частицы. То есть, старый реактор нам не нужен в таком виде. И мы возьмём всё-таки этот новый ядерный реактор, который «Тасти Плазма Фрагмент Фишн Реактор». И непосредственно к нему нужно присоединить это сопло. И с таким реактором, даже в атмосфере, это сопло создаёт вполне неплохую тягу, которая позволяет взлетать. Ну, хотя, понятное дело, что здесь ничего особенного в этом корабле нет. В вакууме тяга составляет 703 кН при удельном импульсе в 1270 секунд. Тяга будет зависеть от мощности реактора. Так что, если взять что-то другое, она будет отличаться. Следующий двигатель — это вот такой вот VASIMR FX500. Работает он на любом газе, и не только, и требует электричества для работы. Максимальная мощность будет зависеть от размера. И для этого вот одного метра будет составлять всего лишь 2 гигаватта. В атмосфере двигатель тягу производить не сможет. А в космосе? В космосе, если вы будете использовать водород, у вас будет удельный импульс 2956 секунд. И кажется, что это немного, но если вы будете уменьшать тягу, то удельный импульс будет меняться. И чем меньше тяга, тем больше будет удельный импульс. И минимальный, как мы видим, 29560 секунд. Это похоже на то, как раньше работал двигатель Vista. Теперь такими свойствами обладают другие двигатели в этом моде. А двигатель Vista, к сожалению, больше так не может. Также вы можете продолжать использовать этот двигатель в режиме ускорения времени без проблем, что позволит при использовании малой тяги экономить кучу топлива и при этом не страдать от ожидания, так как время будет ускорено в 50 раз и может быть даже больше, если вы где-то будете на более высокой орбите. И, наконец, третий двигатель, который мы тут изучили в этой ноде, это всего лишь такой же VASIMER двигатель, только тот, который крепится сбоку к каким-то частям. Также можно менять его размер и характеристики его не отличаются. И, наконец, последняя нода на этом уровне даст два апгрейда. Первый улучшит генератор электричества на плазме, так что его эффективность вырастет с 50 до 86%. А второй апгрейд позволит нам использовать всякие антенны для приема света в видимом спектре. И мы переходим на следующий уровень, где найдем очередной апгрейд эффективности радиаторов, который улучшит их рассеивающий потенциал еще в два раза. И вот такой вот приемник микроволн и одновременно радиатор, который будет преобразовать их в тепло. Он, конечно, огромный, особенно когда разворачивается. Представляет из себя вот такое вот длинное разворачивающееся полотно, которое еще разворачивается дальше, если мы сделаем активейт ресивер. То есть активируем прием. Зато он весит всего лишь 10 тонн, если я не ошибаюсь. И благодаря этой площади сможет как-то более-менее эффективно принимать с большого расстояния эти самые микроволны. В следующей ноте мы найдем еще один апгрейд для антенн, который позволит им принимать свет уже даже в ультрафиолетовом спектре. Амгрейд генератора, который делает ничего полезного, потому что нигде не прописан. Всего лишь два уровня апгрейдов у этих генераторов имеется. Также мы исследуем вот такой вот EM-драйв, и мы посмотрим на него чуть позже. И вот такой вот магнито-хидродинамический электрический генератор, который на самом деле является не так, как здесь написано, а встроено в него два вида генераторов, то есть он сможет преобразовывать и тепло, и заряженные частицы в энергию одновременно. Если мы на этот генератор посмотрим, то он выглядит вот так, и можно сравнить его по размеру с теми генераторами, которые были. Он немножко, во-первых, больше, во-вторых, если мы сравним массу, то эти два генератора весят точно столько же, сколько весит этот генератор. То есть он стал больше, но позволяет экономить одну деталь. Не знаю, хорошо ли это или плохо, я бы предпочел, чтобы он был хотя бы таким же, или даже немножко меньше. Что касается EM-драйва, который выглядит вот так, то он работает даже в атмосфере. Как видим, мы можем получить два килоньютона, если подадим на него, сколько здесь мегаватт? Полтора гигаватта. Целых полтора гигаватта, и такая маленькая тяга. Также он будет работать в космосе, и в принципе ничего не поменяется. То есть он берет действительно что-то, чего нет в корабле, и двигается с помощью выплевывания этого. Непонятно как, квантовый вакуум, все такое. То есть топлива для него не требуется, требуется только огромное количество энергии, которой здесь, естественно, нет. Потому что мы получаем здесь только около одного гигаватта. И по мере нагрева нашего реактора, радиаторы нагреваются тоже, и тяга опять же падает. То есть вся эта конструкция сейчас обладает тягой всего лишь полтора килоньютона, что страшно мало. Следующая нода называется специализированная плазменная тяга, и она открывает нам доступ к двум новым двигателям и апгрейду магнетоплазмодинамического трастера. И я не заметил никаких изменений после того, как этот апгрейд был применен. Так что, видимо, этот апгрейд сюда попал по ошибке. Либо это баг. Первый новый двигатель называется магнитным соплом и выглядит вот так. И он не будет работать в атмосфере. Вам нужно будет обязательно отправиться в космос. Это сопло должно быть обязательно соединено с реактором, который производит заряженные частицы напрямую вот так вот. И работает только на водороде. И смотрим, что оно дает. Значит, у нас есть ядерный реактор, который производит в виде заряженных частиц 981 мегаватт. Значит, за 981 мегаватт этот двигатель производит 1,7 килоньютона всего лишь. И удельный импульс составит 111 848 секунд. Вот так вот много, но тяга небольшая. Второй двигатель называется Plasma Wakefield Accelerator. И он также не работает в атмосфере. И в космосе при использовании водорода как топливо можно будет получить удельный импульс всего-то в 10 тысяч секунд. Всего-то да, потому что на этом этапе это уже всего-то. Вы видели. Магнитное сопло, которое дает 111 тысяч. И подобно Вассимбра он будет обладать такой рещью, как изменяемый удельный импульс в зависимости от тяги. Как видим при таком сетапе у нас тут ядерный реактор, генератор, который дает 1300 гигаватт. И прямо сейчас он отдает 20 килоньютонов тяги. Можно изменять тягу. И от изменения тяги опять же увеличивается наш или уменьшается удельный импульс. И на минимальной тяге, которая составит там какие-то доли килоньютона, мы получаем 100 тысяч секунд удельного импульса. И на максимальной тяге мы получаем 10 тысяч секунд. Неплохо, как по мне. Довольно-таки эффективная вещь, если никуда не торопиться. Строить не очень тяжелые корабли то на этом двигателе можно улететь, наверное, куда угодно. Ну и он также поддерживает Warp Trust, то есть режим работы с ускорением времени. Ну и в этот раз все. Но в следующем эпизоде мы поговорим о довольно-таки сложных вещах, на которые стоит посмотреть. Это и антиматерия, которую еще нужно где-то собирать. И нужно знать, где ее собирать. Также новые способы ее использования, а точнее единственные способы ее использования, потому что пока что она была бесполезной. Новый двигатель, новый ядерный реактор, новые апгрейды. И также посмотрим на вот такие вот странные вещи, как Quantum Singularity Reactor, как он вообще. И наконец закончим вот здесь, с вот такими вот интересными штучками, собственно, ради которых все и затевалось. Если вы новенький, не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки и не стесняйтесь писать комментарии, я стараюсь отвечать всем. Надеюсь, вы узнали что-то новое и полезное. Всем пока.